В эфире новости севера Башкирии. Начнем выпуск с региональных новостей. В Башкирии обнаружили смертельно опасную муху-горбатку. Вредителя в саженцах РОС из Узбекистана нашли специалисты Россельхознадзора. Партию с опасным насекомым уничтожили. Добавлю, что его личинки могут селиться в ранах, кишечнике, легких, на слизистой оболочке глаза, в органах мочи половой системы, у человека и домашних животных. Муха-горбатка может стать источником паразитарных болезней и переносчиком холеры. Также насекомое вредит плантациям культивируемых грибов. Нефтекамцы выступят против реконструкции заводов Камбарки. Бывший завод по уничтожению химического оружия планируют превратить в комплекс по переработке отходов первого и второго класса опасности. Объем планируемых инвестиций – более 5 миллиардов рублей. Проектная мощность предприятия – до 50 тысяч тонн в год. Инициатором и заказчиком строительства выступает госкорпорация «Росатом». Ближайший Камбарки город Нефтекамск находится в 20 километрах. По словам жителей, в случае заражения воды в Каме радиоактивными отходами пострадают ближайшие населенные пункты Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Пермского края. Жители Нефтекамска соберутся на митинг 13 июля у кинотеатра «Октябрь». Акция пройдет с 12 до 18 часов. Ранее митинги уже проводили в Саратове, Кирове и Камбарке. Около 400 метров дороги отремонтировали в Дюртюлях. По улице Фарраха-Довлетшина положили асфальт. На обновление дорожного полотна потратили 2,5 миллиона рублей. В этом году в Дюртюлинском районе запланировали ремонт 48 объектов общей стоимостью более 37 миллионов рублей. Судебные приставы в Дюртюлинском районе помогли чиновникам вернуть земельный участок. На данной территории располагалась фирма по изготовлению металлических конструкций. Ранее предприниматель арендовал этот участок у государственного учреждения, но он продолжал пользоваться землей даже после истечения срока договора. Освобождать территорию от металлических строений и нежилых помещений бизнесмен не торопился. В итоге в дело вмешались приставы. Предприниматель освободил участок и теперь должен возместить все расходы по демонтажу конструкций. День ветеранов боевых действий пройдет 1 июля в Верхнее Киево. Участникам событий вручат юбилейные медали к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Памятнику ветеранах боевых действий возложат цветы. Начало торжества в 15.00 у памятника воину-интернационалисту. Двое молодых людей с ножевыми ранениями обратились в Илишевскую районную больницу. Пострадавшие рассказали, что отдыхали на берегу пруда, расположенного у деревни князь Елга. Между ними и соседней компанией завязалась словесная перепалка, а затем и драка. Предположительно, один из участников достал из машины нож и нанес ранение двум своим оппонентам. Следственно-оперативная группа установила личность нападавшего. Подозреваемого в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Команда штабных учений стартовали в Янауле. Продлятся они до 28 июня. Первый день состоял осмотр сил и средств янаульского звена системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На учение прибыл начальник главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов. Он лично провел смотр. В учениях задействовали МЧС, медицинскую и газовую службы, предприятия связи, ЖКХ, полицию и учителей. В ходе практической части на территории центральной районной больницы смоделировали ситуацию ликвидации последствий ураганного ветра. Второй день учений посвящен отработке действий в условиях мирного времени. Всего в Янаульском районе насчитывается 13 спасательных служб. Строительство школы с совмещенным детским садом в деревне Штанды Болтачевского района идет полным ходом. Общая площадь объекта более 3700 квадратных метров. Вместимость школы 80 человек, садика 40. Строители уже завершили возведение стен и перекрытий. Сейчас идут кровельные работы, устройство фасада, монтаж оконных блоков, систему вентиляции и отделка помещений первого этажа. На территории здания установят спортивные и игровые площадки с современным резиновым покрытием. Учиться в Штанды приезжают дети из близлежащих деревень. Наличие школы позволит решить проблему нехватки учебных классов. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин